Вайкап, самурай! Сегодня я покажу тебе три разные сборки боевого костюма боксер. Этот костюм находится в юрисдикции королев. И перейдя в раздел фракции, мы видим краткую памятку каждому из костюмов. Чем характеризует себя костюм фракции королев? Тяжелое оружие и броня. Значит, мы говорим о костюме, который должен наносить огромный ущерб как в ПВЕ, так и в ПВП. К тому же держать огромный урон, то есть у него будет больше всего брони и больше всего дамага. Черт, да сам Чик Норрис бы позавидовал этому костюму. Так что давайте пройдем к первой сборке. Эта сборка, которой я пользуюсь, подходит больше к категории ДД. То есть я сближаюсь с противиком и наношу огромный урон именно в движении. И вся эта сборка завязана на одной модификации, урон с разбега. Вы наносите больше урона в более широком секторе, но при этом супер прыжок ослаблен. Эта модификация является основной фишкой этого костюма, поэтому вы должны по КД юзать этот удар. Вкупе с этой модификацией я добавил большой урон при убийствах, ускорение отката способностей и инстинкт выживания. А дальше ваши модификации зависят только от вас. Ты смотришь на свой геймплей и создаешь свой идеальный костюм. И как же без наглядного примера. И в этом примере вы наблюдаете за тем, как я потерял самое главное именно в этой сборке. Это эффект неожиданности. То есть я должен вылетать с удара, а затем уже расправляться с соперником своим оружием. Также оружие и способности вы выбираете на свой вкус и цвет. Самое основное для себя я выбрал это направленный переход и тяжелая турель. Остальное уже под ваш геймплей. Выбирайте что хотите. Вот смотрите, сейчас я исправился. Бам, бам, все. То есть я близко подошел к нему и начинаю разбирать. У него не остается никаких шансов как пойти в размен. И он в этом размене проигрывает. Вот и все. И конечно же, как же без огромных ошибок в пвп. Посмотрите сейчас. Противник шел забирать кристалл. То есть мы могли в него врезаться и убить мгновенно. Но я начал стрелять. Он убежал. Они еще и в пати при этом. Я бежал на его друга. Он мне расстрелял вблизи. И это полнейшая фиаско. Если бы я убил одного сейчас, то я бы смог просто на изи расправиться и со вторым. Но вы видели мою ошибку. Небольшое соблюдение правил. И эта сборка будет работать на вас просто как часики. Я сразу предупреждаю, если ты собираешь этот костюм в танка, то забудь о скорости. То есть скорость нам не важна. Нам нужна защита. На этом мы и сойдемся. Первое, что мы выбираем, это модификация щиты. Он ухудшает скорость, но при этом улучшает щиты на 200 единиц. Это просто вышка. Дальше, дополнительно к этой модификации мы берем максимальный щит, который ухудшает нашу скорость движения. Но опять же, это нам и не надо. Откат это хорошо. Но если вам слишком уж тягостно играть в этом костюме, вы очень медленно, то можете убрать и поставить себе пистельеру. Тут я выбираю лечение при убийствах. Ведь мы танк. Мы будем стоять, мы будем убивать. Мы будем лечиться при этом всем. Потому что мы машина, созданная для убийств. Что ж, способностей тут уже субъективщина. Так что я выбрал для себя турель, самозащиты, направленный переход и кинетический барьер. И вот наш первый противник. По его игре заметно, что он играет, видимо, ногами. Я не понимаю, как он мог так вообще легко слиться. Даже ни разу почти не попал по мне. Вот мы видим второй раунд. Он воскрес, прибежал мстить. Как бы он по нам не стрелял, как бы он не дамажил, он не смог нас убить. То есть дамага он влил больше в нас, чем мы в него. И поэтому кто остался в живых? Именно я. Тут мы видим второго противника. И сразу хочу сказать, я тут не злодей, не антагонист. Он поначалу начал по мне стрелять. Я начал по нему стрелять. Он отбежал от меня. Отхилились мы вместе. И потом уже мы сошлись с ним в драке. И как вы видите, я легко играючи победил его. Но мы его еще встретим. Посмотрите наш второй раунд. То есть я стреляю по нему, включаю самозащиту. И все. Я иду на него как терминатор. Пуля непробиваемая. Этот шприц, я думаю, он основной в этой сборке. То есть вам нужно брать его всегда. Он вам поможет и в ПВЕ, и в ПВП. Будьте немножко повнимательнее. Потому что именно этот эпизод говорит о том, что вы вообще не следите за игрой. Просто долбитесь куда-то. Потому что к вам могут зайти сзади и накидать как следует. В ПВЕ есть только одна тактика танка. Это расставлять турельки. И сьюзать самозащиту. Сборка, заточенная под РДД, является самой фановой из этих трех. Мы берем все обилки на ловкость и скорость. И меньше дамаг в прыжке. Потому что основным перком мы берем супер-дупер прыжок. Поэтому мы берем все на улучшение прыжка. То есть урон в воздухе, броня в воздухе. И последний берем инстинкт выживания, чтобы увеличить нашу скорость передвижения. Основное снаряжение, которое я беру с собой в этой сборке, это целительная аура и защитная оболочка. То есть защитная оболочка помогает нам легко и просто убежать от противника, используя при этом свои фишки. Это супер-прыжок и скорость передвижения. Целительная аура поможет нам при этом выхилиться. И как обычно, я всегда с собой беру видеокамеру. Но в этом случае я возьму с собой направленный переход и тяжелую турель. Вот наш первый файт, вы видите. Я пытаюсь двигаться, но при этом я остановлюсь. Самая главная ошибка, которую вы можете допустить в этом костюме, это стоять и перестреливаться. То есть вам нужно движение. Вы должны прыгать, бегать, бегать, прыгать, бегать, прыгать, прыгать, бегать. То есть тут уже супер удар, он не сработает. Посмотрите, что я делаю. Я прыгаю, соперник не может по мне попасть. При этом он попадает и наносит мне меньше урона, чем просто когда я стою. Если бы сейчас я продолжу перестреливаться с ним один на один, то я бы отправился к праотцам. И сейчас вы увидите, как я допускаю эту потальную ошибку. Я просто стою и перестреливаюсь. Конечно, это фановый костюм. То есть не каждый его будет использовать. Но для разбавки геймплея, потому что все приедается в какой-то момент. Поэтому просто побегать, попрыгать, пострелять, поугарать с друзьями. Я думаю, это интересный вариант. Что ж, и на этой высокой ноте, боюсь, нам пора расстаться. С вами был Павел, и до новых встреч.